всем привет меня зовут сергей прессу на канале 1серж23 кто смотрит давно мои ролики знает что я занимаюсь подобными видами спорта вот это нельзя назвать чистым фридайвингом потому что чистым фридайвингом я не занимаюсь мне это не интересно мне не особо интересны дисциплины которые занимаются фридайверы то есть мне интересно получать удовольствие и кайф от нахождения под водой на задержке дыхания я занимаюсь этим спортом даже если выполняю формативы я выполняю их удовольствие если удовольствие нет я не пойду дальше все вот это вот принципиальное отличие которое меня отличает наверное от большой группа фридайверов которые упираются лбом и прутся пока не получат бой то есть это не мы не мой стиль и не мои цели и так но при всем при том как еще раз говорю я занимаюсь развитием и дыхательной системы занимаюсь йогой занимаюсь тренировками постоянно вот и недавно мне попал в руки тренажер для улучшения дыхания это тренажер спирометр то есть что такое спирометр спирометр это прибор который медицинский прибор медицинское обозначение который позволяет измерять объем легких выдыхаемого и выдыхаемого воздуха данный прибор позволяет контролировать измерять объем легких вдыхаем его и выдыхаем его воздух. Что он делает? Он насыщает, увеличивает немного содержание углекислого газа в крови. И позволяет, допустим, перед тренировками, позволяет быстрее адаптироваться к тренировке, к самой, быстрее подойти к началу тренировки, быстрее помогает разнырянца, то есть реально штука рабочая. Она позволяет делать следующие вещи. То есть здесь есть куча насадок, есть инструкция, можно подключить ее к телефону. Насколько это нужно, не могу вам сказать. Я подключил, но на это я не смотрю. При этом насадки отличают... Насадки съемные, вот они снимаются таким, надеваются таким образом. Предназначены они... Каждая насадка имеет группу. То есть насадка для вдоха, насадка для выдоха. Так, время есть еще? 5-7 минут есть. Вот, насадка для вдоха, насадка для выдоха. И здесь этот, как его называется, они имеют разные отверстия. То есть имеется в виду, что группы насадок имеют разные отверстия. Чем выше буква, тем меньше отверстие, соответственно, тем сложнее будет произвести вдох и тем сложнее и медленнее будет происходить выдох. Вот в чем и фишка данного прибора. То есть, что вы, находясь, допустим, если вы сели в лотос, находясь в расслабленном положении, вы можете произвести более контролируемый полный вдох за длительное время. То есть, можно совершенно спокойно с ним, с этим прибором увеличивать технику полного вдоха, допустим, доводить до одного вдоха в минуту, а вероятнее всего и медленнее. Вот. Ну, я медленнее не пробовал, 30 секунд я пробовал нормально. Вот. Это 30 секунд на вдох и 30 секунд на выдох. То есть, вот такую технику можно использовать. И постоянно вот это вот дело практиковать. То есть, это разовьет, помимо того, что это позволит вам лучше прочувствовать, допустим, заполнение воздухом легких, то есть, заполнение нижнего отдела, среднего отдела, заднего отдела легких, соответственно, прочувствовать, позволит вам заполнять верхний отдел легких. Но единственный момент, который здесь надо обратить внимание, что когда вы заполняете верхний отдел легких, то есть, когда вы делаете до вдоха, когда вы заполняете гортань, соответственно, без, я не говорю про упаковку в данном случае. Вот. Когда заполняется гортань, ну вот, вы дышите верхним, самым вот этим вот верхним отделом легких, когда вот эти косточки начинают выступать вперед, соответственно, вот, вам требуется изменить положение, и вы можете менять дыхание. То есть делать небольшой паузу. В этом случае просто прибор начнет считать, когда вы делаете до-вдох, вот этот вот короткий прибор начнет считать, что вы делаете дыхание заново. То есть покажет вам неправильный результат. Если вы можете делать полностью все, допустим, снизу до верху, то есть это, кстати, идеальный прибор для тренировки дыхания у джая. Медленного дыхания, просто идеально. Можно им заниматься где угодно, без разницы. То есть вот взяли, подышали, перевернули, вдохнули, выдохнули, выдохнули. Моется легко, то есть все без малейших проблем. Это вот такой прибор. То есть штука полезная, ну и плюс ко всему для вас, как для спортсменов, в принципе, будет полезно знать, а какой реально у вас объем легких, то есть какой реально у вас объем легких на вдохе, какой реально у вас объем легких на выдохе, сколько литров, какой литраж вы можете добиться путем упаковки, и сколько вам надо циклов полного дыхания для того, чтобы ваш объем легких восстановился. То есть, например, это, кстати, вот я заметил, что действительно так. То есть, например, ты начинаешь заниматься, смотришь, у тебя объем изначально не очень большой. Но, допустим, после определенных упражнений, то есть особенно йоги, ты начинаешь лучше, ну, разминаешь диафрагму свою, и у тебя сразу там объем легких увеличивается буквально беспроблемно на, ну вот у меня увеличивается на литр в процессе тренировки. Вот. То есть, такая вот штука. То есть, крайне рекомендуем подобными вещами озадачиваться. Они есть, по-моему, какие-то тренажеры там делали, ну, продвигают молчанов, по-моему, там еще что-то. Ну, видел, попадались мне они на маркетах. Вот. Но я говорю, вот стоимость данной игрушки, это в районе 6,5 рублей, по-моему, на Озоне, и в районе 500, там, с копейками на Алиэкспрессе. Я, конечно, купал на Алиэкспрессе, вот, для меня это ближе и проще, чем заказывается Озона, тем более, что заказывая на Озоне, шанс того, что тебе придет тот же самый товар с Алиэкспресса, ну, крайне видимо. Так что, классная вещь, рекомендую, можете пользоваться. Очень хорошо улучшает контроль вашего дыхания. Вот. Такое вот интересное изделие, которое попало совершенно случайно мне в руки, потому что, говорю, я не искал себе тренажер, я искал себе именно прибор для измерения объема. То есть, мне просто было интересно, ну, вот, каким объем я пользуюсь, и что на этом объеме я могу делать. То есть, например, вот, с точки зрения фридайминга интересна следующая вещь, что, например, ты делаешь просто полный вдох. Вот. Делаешь, например, медленный проныр, расслабляешься, смотришь, анализируешь, насколько тебе хватило, насколько тебе хватило этого полного вдоха. Вот. Потом делаешь, например, полный вдох, ну, например, забиваешь максимально верхний отдел легких. Делаешь ту же самую операцию с той же самой динамикой, смотришь на свои ощущения, на свои, ну, как у тебя получается. То есть, можешь анализировать. То же самое потом ты делаешь с упаковкой и проныриваешь. Делаешь, например, проныры какие-то с упаковкой и оцениваешь, насколько что. То есть, потому что, ну, как еще раз говорю, не всегда нужно упаковываться, не всегда нужно. Иногда достаточно полного вдоха сделать, иногда достаточно сделать максимально полного вдоха. То есть, иногда нужна упаковка, когда ты идешь на определенные вещи. Так что, вот такая ситуация. А для этих целей понимание Это не то, что ты понимаешь или не понимаешь Ты и так все знаешь Но здесь ты видишь это все в цифровом эквиваленте Ты можешь это, как говорится, посмотреть, пощупать, попробовать и проверить Так что рекомендую, что хорошие Денег своих стоит А так подписывайтесь на канал Я буду снимать сейчас ролики и по йоге, по практике Потому что все равно, что бы вам ни говорили ваши инструктора по фридайвингу Какой бы хрень ни не несли На мой взгляд, фридайвинг это и подводное плавание Это практическое применение йоги Это очень-очень тесные вещи У фридайверов сейчас техники прошли более продвинутые, чем раньше были Когда они пришли из йоги сюда Но при всем при том, это одно и то же И порой изучение одного позволяет улучшить результаты другого Я могу сказать следующее Когда, например, смотришь видео фридайверов Смотришь видео фридайверов, особенно с мировыми именами Ты четко видишь, что он делает Понимаешь, что йога ему очень не чужда Что он ей занимается очень серьезно И очень много уделяет ей времени Инструктора фридайвингу, если начать говорить им это Они могут вставать на дыбы, на рога Хотя, в принципе, мне на самом деле попадался паренек один Вот он инструктор в Таиланде То есть я смотрел на его Смотрел ряд роликов его Мне показалось, что это наиболее толково, чем все российские инструкторы Которые тут у нас на канале На каналах выкладывают свои видосы По крайней мере, смысла и грамотности И толка от тех видео, на мой взгляд, получилось гораздо больше А у нас это, ну говорю, фридайвинг это не моя тема Именно с точки зрения сообщества и всего остального То есть это не мое Так что, ну, подписывайтесь на канал Даже если вы фридайвер Вероятно, вам будет интересно видео, которое я выкладываю И по своим результатам И по результатам, допустим, которые По оборудованию, которым я пользуюсь Инструментарию, по техникам, которыми я пользуюсь Они могут вам помочь достичь тех или иных результатов Все, спасибо за внимание До свидания